У Мави всё серьёзно, а её брат Джек предпочитает активные игры. Мави, смотри, как я могу. Круто, правда? Для Мави игра окончена. Оп, прости, сестрёнка. Джек, опять ты за своё. Под столом никаких мечей. Но, похоже, от Джека не спрятаться. Это уже слишком. Джек, отнеси всё это на кухню, а я займусь строительством. В капсульном домике будет гораздо спокойнее. Сестрёнка, я с тобой договорились. Отлично. Для начала домику нужно придать высоту. Эти балки как раз подойдут. Используем стяжки. Просто и надёжно. Джек не отстаёт. Его домик тоже будет высоким. И не забудь закрепить, Джек. Спасибо, Мави. Оказывается, строить дом совсем не сложно. Главное работать в команде. Сейчас приду, Джек, не скучай. У домика должна быть крыша. Осталось только отделить всё ненужное. Джек, подавай. Это мы поставим здесь. Идеально. А теперь в дело вступает шуруповёрт. Работы ещё много. Спасибо. Джеку и Мави некогда отдыхать. А стены в домике будут картонными. С этим справится даже ребёнок. Вот и пригодился мебельный степлер. В папином гараже чего только нет. Потолок тоже сделаем из картона. Домики всё больше напоминают капсулы. Вот только дверей пока нет. Надо это исправить. Намечаем контур и режем картон. Добро пожаловать в капсульные домики. Неплохая работа, Мави. Мы справились. Струйка подходит к финалу. Но работы по дизайну только начинаются. А что если сделать капсулу розовой? У Мави будет нежный интерьер. А вот Джек предпочитает яркие цвета. Пора брать в руки кисти. За работу. Так-то лучше. Картона теперь совсем не видно. А стены в домике пусть будут пушистыми. Пригодятся пледы. Мави выбирает розовый. А Джек ярко-салатовый. Теперь в капсуле так мягко. Само совершенство. Но здесь кое-чего не хватает. Воздушного потолка. Добавим фатин. И готово. Что дальше по плану? Красиво задекорировать все углы капсулы. Фоамиран подойдёт идеально. Сестрёнка, не торопись. Я с тобой. Приклеиваем фоамиран к картону. Быстро и просто. Но хороших идей много не бывает. Интерьер розового домика скоро станет ещё мягче. Нужны только помпоны из ниток. И побольше. Вышло просто отлично. Заклеим помпонами дверной проём. И простая капсула превращается во дворец. Но все эти мягкие штучки не для Джека. Он решил заняться искусством розовой капсуле. Срочно. Нужна подушка. Вырезаем из ткани большую круглую заготовку. А потом прошиваем её по краю. По центру выкладываем синтепон. И крепко затягиваем нитку. Мягко, как на облачке. Мави, полюбуйся. Тебе нравится? А теперь нужно разместить в капсуле все свои сокровища. Здесь так просторно. Для каждой безделушки найдётся место. Но стройка так утомляет. Кажется, пора подкрепиться. И пусть обед станет настоящим приключением. Надо сделать колесо фортуны. И тут всё просто. Вырезаем картон по трафарету. И склеиваем детали. Колесо закрепляем на доске канцелярской кнопкой. Про стрелочку тоже не забываем. У Мави уже целая гора мягких подушек. Уют на первом месте. Сестрёнка, хочешь перекусить? Ещё бы. А что у нас на обед? Сейчас узнаешь. Крути колесо. Джек, ты здорово придумал. Хоть бы мне повезло. Ура, мои любимые конфетки. Но нам этого не хватит. А можно ещё разок? Действуй, Мави. Джек, только посмотри. Мои любимые чипсы. Удачи сегодня на стороне Мави. Это королевский обед. Где хранить украшения? Нужен стильный органайзер. И вешалка вполне сгодится. Нужно только немного её приукрасить. Эти бусы как раз кстати. В органайзер можно легко превратить старые джинсы. Так, штанины больше не пригодятся. И карманы тоже. Кажется, у папы тоже были ненужные джинсы. Можно и у него позаимствовать карманы. А теперь самое интересное. Приклеиваем карманы на джинсовую основу. Готово. Быстро. И так удобно. Здесь поместятся все мужские секреты. У Мави тоже всё под контролем. Жемчужный органайзер станет украшением розовой капсулы. А украшение можно подвесить на скрепках. Для красоты нет преград. Стоп. А где разместить органайзер? Конечно, на самом видном месте. И можно взять канцелярскую скобку. Это шедевр хендмейда. Пора сделать парочку торжественных селфи. Эй, Джек, а ты куда собрался? Наконец-то решил переехать в другую комнату? Не дождёшься, сестрёнка. Это моё новое кресло. Смотри, как удобно. Открываешь и можно покорять мир. Классно придумано, Джек. И не забывай, у нас скоро чаепитие. Чтобы принимать гостей, нужно придумать уютный столик. Работа и фантазия. Из этих часов вполне можно сделать мебель. Извлекаем циферблат. И переодеваем его в яркие краски. То, что надо. Это уже не скучные часы, а эксклюзивная вещица. Ставим циферблат на место. Заряжаем батарейкой. И часы как новенькие. Вау! А где они будут стоять? Придётся переселить цветы в другое место. Теперь это столешница. Отлично. Чай уже готов. А вот и кружки. Вкусняшки тоже ждут своего часа. Джек, ты где? Чай готов. Скорее иди сюда. Уже бегу, Мави. И в гости с пустыми руками не ходят. У Джека тоже есть вкусняшки. Угощайся, Мави. Ароматное чаепитие поднимает настроение. И дарит новые творческие идеи. Креатив не ждёт. Работа дизайнера начинается с деревянных палочек. Соберём из них сердечко. Неплохое начало. Только нужно ещё несколько палочек. И перышки тоже не будут лишними. Большое сердце не просто украшение капсулы. Это ещё и держатель для фотографий. Лучшие моменты нужно сохранять в самом сердце. И расположим его прямо здесь. Джек, тебе нравится? Мави, аплодисменты. Ты просто волшебница. Но в соседнем домике тоже не скучно. Если соединить старые диски и беспроводную лампу, можно сделать классный светильник. Крепим лампу и склеиваем диски в кубики. Включаем стиль на максимум. Светильники будут под самым потолком. Стильная подсветка готова. А в розовом домике не хватает только одного. Бьюти-зоны. Вызов принят. Складываем два слоя ткани. Заворачиваем край и склеиваем. А по бокам будут ленты. Плюс сто. Красоте. И, конечно, самое главное – зеркало. Опять нужен клей. Задекорируем его бусами. А в этом кармашке будет жить косметика. Ага, повесим бьюти-органайзер прямо здесь. Красота должна быть под рукой. Делать макияж теперь еще интересней. Лиана и Поли опять за свое. Девочки, отстаньте. Мне нужно делать уроки. Не мешайте. В этой комнате слишком мало места. Уж лучше поселиться под столом. Ух ты. А тут даже уютно. Надо только поработать над интерьером. Ага, это пригодится. Да, на пледе можно удобно расположиться и спокойно делать уроки. До свидания, сестренки. Вам здесь делать нечего. Как-то здесь стало тихо. Поли, она под столом. Вперед на разведку, сестренка. А что, Мави здесь классно устроилась. Как тебе идея, Лиана? Тайный домик под столом. Отлично придумано, сестренка. Значит, за работу. Секретные комнаты сами себя не построят. Это будет мой стол. Никому не трогать. Для Поли тоже нашлось укрытие. А теперь расставим домики по местам. Быть строителем – непростая задачка. Это нечестно. Зачем копировать чужие идеи? Но домик лучше приподнять. Стильные леди выбирают органайзер для косметики. А у дерзких девчонок всегда найдется парочка лишних кирпичей. Но у Мави на этом не остановится. Это же тайная комната. А значит, нужны стены. И листы картона уже на месте. Осталось только прикрутить перегородки. Проще простого. Да здравствует личное пространство. Это ты здорово придумала, Мави. Подумаешь, у нас тоже есть суруповерт. И теперь в детской целых три секретных убежища. Но здесь как-то твердо. Коврик решит проблему. Розовый, конечно. Любимый цвет лианы. Мави не отстает. Она не должна проиграть. У нее тоже есть мягкий коврик. А Поли расположится на ковриках для йоги. Это намного практичнее. Вот теперь никто не мешает. И можно заняться уроками. Но под столом как-то тускло. А что если украсить стены? Да дело. Главное все правильно отмерить. Аккуратность превыше всего. Зеленый прекрасно сочетается с оранжевым. Получилось очень ярко. Но Мави срочно нужна ее доска. Она же собирается учиться в тайной комнате. Так-то лучше. Теперь Мави не забудет ни одну формулу. Все под рукой. Зеленый. Это слишком по-детски. У Поли другой план. Она обожает фиолетовый цвет. Но с граффити будет еще лучше. Это визитная карточка Поли. Фантазии нет предела. И стикеры тоже пригодятся. А Лиана добавит в интерьер диско-стиль. Блистящая идея. Сестренки до такого точно не додумаются. Какой сложный выбор. Это или это. Возьмем сразу все. Рок-стикеров много не бывает. И еще кое-что. Дощечка уже есть. И четыре отверстия тоже на месте. Продолжаем. Крепим булочку на нитках. И вешаем на стену. Произведение искусства. Только намного лучше. Здесь будет жить любимый питомец. Дружок, ты соскучился? Иди ко мне. Тебе здесь будет уютно. Обещаю. Поли, ты ничего не понимаешь в искусстве. На стене должны висеть умные постеры. И у Мави уже все готово. Вот только книги сложить некуда. Значит, делаем полку. Картон никогда не подводит. Намечаем линии для сгиба. И вырезаем. А дальше собираем полочку. Справится даже ребенок. Осталось только склеить. И добавить цвета. Желтый вполне подойдет. Красота. Осталось прикрепить полки к стене. И больше никакого беспорядка. Вся канцелярия на своих местах. О, да, Мави. Спасибо за подсказку. Лиане нужен свой пьюти-уголок. И немедленно. Долой туфельки. Нам потребуется только коробка. Украсим ее оберточной бумагой. Пара пустяков. Разрезаем бумагу и склеиваем. Отлично. А как насчет розовых валанов? Гофрированная бумага и не на такое способна. Стоп. А где зеркало? О, на месте. Но не время прихорашиваться. Впереди еще много дел. Перышки. Ваш выход. О, да. Мир гламора стал чуточку ближе. Поставим зеркало на мини-тумбочку. А рядом любимая бьюти-коллекция. Как же я люблю все эти милые штучки. Бунтарский ум требует дерзких идей. Черные флажки отлично впишутся в интерьер. О, да. Осталось только развесить. Лаконично и грозно. Этого поле и добивалось. Через эти шипы никто не проберется. Плед. Отличная идея. Пол стал еще мягче. Но в комнате под столом не хватает света. Хорошо, что есть эти фонарики. О, только бы любимую картину не забыть. Дружок, ты вышел на прогулку. Только не потеряйся. У Мави тоже есть гирлянды. Здесь теперь так светло. Можно хоть ночью читать. Даже не пытайся, Мави. Моя комната будет в сто раз ярче. Воздушно-розовый интерьер. И, конечно, неоновая вывеска. Раз, два, три. Гори. Вечеринка каждый день. А сейчас пора отдохнуть. Мави, чем занимаешься? Может, тебе пора сменить прическу? Девочки, отстаньте. Да, тише ты. А то мама услышит. Она нам такое устроит. На неделю накажет. И еще хуже. Отберет телефоны. Что тогда будем делать? Девочки, я придумала. Нужно сделать домики по-настоящему тайными. Ну, чего расселись? Вперед. Но маму не остановят шторки. Нужна система сигнализации. Девочки, у нас совещание. Ох, напугалась сестренка. Что там у тебя? А у Мави уже есть план. Колокольчик на дверь. Он предупредит о приходе гостей. Подвесим его у двери. А нитку протягиваем к самой ручке. Проверим систему оповещения. Ура, все работает. Маме вход воспрещен. А вот и она. Решила проверить любимых дочек. Девочки, вы тут? Сигнализация не подвела. Тревога. Прячемся. Закрываем шторки. И сидим как мышки. Только бы мама ничего не заподозрила. Странно. А где девочки? Может, гуляют во дворе? Надо проверить. Девочки, на горизонте чисто. Получилось. Мы это сделали. Творческие идеи всегда приходят неожиданно. В тайной комнате не хватает милой подушки. Сейчас сделаем. Вырезаем, сшиваем и набиваем синтепоном. Мягкий паучок уже готов. Осталось только пару деталей. А как же лапки? Уже на месте. Пришьем их покрепче. Кто осмелится взять эту подушку? А у Лианы свое изобретение. Подушка-сердечко. Как раз для красочных селфи. Улыбочку. Подушка это классная идея. И пусть она будет умной. Пятерка лучшая оценка. Маги, хватит повторять. Отстань, Лиана. Сама напросилась сестренка. Кажется, это ссора. Сейчас Поли им устроит. Разберись с ними, дружок. Паук? Какой огромный. Спасайтесь, кто может. Да ладно вам, девочки. Это всего лишь подушка. Какие вы трусишки. Не смешно, Поли. Забирай своего паука. Пора устроить первоклассную вечеринку. Диско-шар создаст особую атмосферу. Девочки, приходите в гости. Потанцуем. Предложение, что надо. Как от такого отказаться? Но Лиане нужно приодеться. Она привыкла выглядеть на все сто. Вот теперь все. Можно идти в гости. Вау. Поли тут здорово устроилась. А теперь включаем музыку. И веселимся. Громче. Еще громче. Девочки, стоп. А теперь посмотрите на мою комнату. Все розовое, пушистое и воздушное. Это зона красоты. Кому маникюр? Ты первая, Поли. Лена, я тоже хочу. Нет, дорогуша. У меня другая идея. Поли, с тобой закончили. А вот теперь ты, Мави. Готова к преображению. Помада освежит твой ботанический образ. Полюбуйся. Вау. Лена, ты волшебница. А теперь давайте ко мне. Располагайтесь. И чувствуйте себя как дома. Подождите, я только очки поменяю. Они у меня в секретном сейфе. А сейчас мы будем учиться. Сестренка, ты шутишь? Но у Мави не до шуток. В школе так много задали. Но уж нет. Пусть Мави одна учится. А у сестер есть дела поинтереснее. А у нас очередная ссора. Кому уже достанется игрушка? Девочки, прекратите. Хорошо, что мама пришла. И она с новостями. Девочки, мы переезжаем. Срочно собирайте вещи. Не может быть. Теперь никаких столов. У сестренок будут настоящие комнаты. Свои собственные. Ух ты. Только представьте. По целой комнате каждой.